Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня я продолжаю тему по участию активистов на выборах 10 января следующего года. Как известно, Такаев объявил о проведении выборов в парламент. Я вчера в эфире говорил, что зарегистрированы как участники этих выборов 6 партий и все партии проволосные. Все партии, партии Назарбаева. И в вчерашнем эфире я призвал участвовать на голосовании, голосовать за так называемую партию ОСДП. Это подставная партия власти, которая всегда живает в период выборов, а до этого спит, никто ее не слышал, не знает ее лидеров, не знает программу, вообще ничего не знает. Единственное, что они заявляют, что это оппозиционная партия, потому что в свое время там действительно участвовали в какой-то период разные люди, которые действительно были оппозиционными, но недолго. Сейчас это проволосная партия. Ну и вот, собственно, вчера, когда я выступил в прямом эфире, поступило много заявлений различных, критики и все прочее. И я, наверное, должен на примере этой критики, собственно, постараться объяснить еще раз позицию, те выпады, которые были в сторону демократического выбора Казахстана, в сторону моей позиции. Где-то я могу так сказать, что в связи с тем, что наша позиция новая, неожиданная, у некоторых противников режима, реальных противников режима, реальных критиков режима возникли не только вопросы, но и несогласии с тем, что я вчера объявил. Собственно, в самом эфире я сказал, что какое-то время я буду ежедневно выступать в прямых эфирах и излагать свою позицию, почему это надо сделать, почему это важно. И я думаю, что за этот период я проведу серьезную работу с аргументами, с анализом. И этого будет достаточно для того, чтобы те люди, которые имеют противоположную позицию, они изменили свое мнение. Ну а те люди, которые заявляют, что якобы они возглавляют движение, якобы они противники режима, и если они будут продолжать свою позицию и говорить, что нет, этого нельзя делать, нельзя вступать в партию ОСДП, нельзя голосовать за партию ОСДП. Ну, я вчера по этому поводу сказал, что вы можете четко для себя отквалифицировать. Это люди или так называемые организации, которые работают на режим. Я это ответственное заявление сделаю. И некоторые из них уже вчера переполошились, волновались, обвиняли меня. Ну и вот, собственно, давайте мы, наверное, по этому поводу и проведем этот эфир. И я еще раз зафиксирую разные аргументы, которые подтвердят нашу позицию, почему мы должны все вместе вступать в ОСДП. Но я все время говорю, что предвыборный период у нашего народа должен быть выбор. Выбор действовать, выбор изменить ситуацию в стране, выбор голосовать. И вообще выбор должен быть в любом случае на такого рода действия, которые действительно приведут к результату, а не просто, скажем, флажком помахать из порточки или что-то выкрикнуть, без всякого какого-либо результата. Мы, политическая организация, которой добиваемся перемен, активно действуем. Вот, и давайте я буду отвечать на вопросы. Ну, где-то я буду звучать, наверное, несколько иронично, несколько, но некоторые могут восприметь, что я разговариваю с высока или издевать, не имеет значения. Важно, чтобы вы в итоге окунулись в политическую жизнь страны. Важно, чтобы вы осознали, что политика – это очень важно, потому что вся ваша жизнь – это политика. Плохие дороги, у вас маленькая заработная плата, нет должной медицины, плохая полиция, вор-президент вместе со всем его окружением. Это именно связано с тем, что вы не участвуете в политической жизни страны, вы равнодушны. И поэтому не надо ничему это удивляться, когда мы говорим, что Назарбаев плохой или его окружение плохое. Они плохие, потому что мы позволяем им демонстрировать плохие качества, демонстрируют они жестокость, а мы с этим не то что не боремся, не бьем их по рукам, не сажаем их в тюрьму, мы равнодушны, мы в стороне. И тогда нет смысла ругать, говорить, что Назарбаев плохой. Нет, уважаемые друзья, и вина – это частично только Назарбаеве, главная вина на самом народе, который допускает. Ну, представьте, вы идете по улице, и вашего ребенка кто-то обижает. Да, тот, кто обижает, он виноват, но вы как родитель разве допустите, чтобы ваш ребенка обидели? Нет, вы будете готовы пожертвовать собой, но чтобы защитить ребенка – это естественно, это нормально. А кто не сделает это, это вообще ни мать, ни отец, у которого разрушены инстинкты самосохранения и продолжения человеческого рода. В этом смысле государство, в котором мы живем, то же самое. Если мы во главе этого государства ставим человека, который ведет себя как бандит, грабит, убивает, ворует миллиарды, а мы где-то там тихонько у себя скулим на кухне, ну, значит, мы не увидим сильного будущего не только у этого государства, в котором мы живем, и у нас самих. Вот что такое политика. Поэтому нам важно, чтобы во главе государства были представители, выбранные народом, обладающие такими полномочиями, которые позволяют им решать все проблемы, сделать процветающую жизнь граждан страны, сделать процветающие государства. И то они приходят на какой-то короткий срок, четыре года, показывают свои качества сильные, и тогда у них есть возможность и шанс переизбраться еще раз на четыре года. Вот так устроен весь мир. Нет в мире демократических странах возможности кому-то сидеть 30 лет, переписывать Конституцию, называть города своими именами. Ну, представьте себе, что здесь, в Париже, вот президент Макрон назвал город своим именем. Он не успеет это даже произнести. В тот же момент полгорода встанет, его вдребезги разнесет. Поэтому Франция развитое государство, поэтому Париж это Париж, это не Эммануэль Макрон, поэтому здесь выходят свободно на митинги, демонстрации, и здесь люди могут гордиться своей страной. И мы должны построить такое же государство. А для этого во главе страны на всех уровнях должны быть грамотные, сильные люди, умеющие четко излагать свои мысли, излагать позицию, честные, последовательные, которые благодаря своему неустанному труду сделают процветающей жизнь как граждан страны, так и самого государства. Поэтому, уважаемые друзья, я буду выступать открыто, где-то, на ваш взгляд, может быть рисковато, но ничего страшного, зато мы услышим, наверное, позицию любой другой стороны, и вы можете сравнивать, как на выборах, а кто же прав, кто более точен, кто умный, кто более аргументирован, кому мы должны доверять, потому что я слышу сейчас восклицание, кому же вы верить. Лучший способ верить, когда вот такие открытые диалоги, дискуссии, критика, я готов в этом участвовать. Итак, вчера, как я иронично говорю, аккаунт в ютюбе, в бассе, в лице, там голос был Наталья Садыковой, они разразились, ну, не то, чтобы критикой, просто грязным поливом, таким пропагандистским, о том, что Мухтар Аблязов, скорее всего, сотрудничает с комитетом национальной безопасности и посредником выступил Булату Тимуратов в карман Нурсултана Назарбаева, якобы это связано с тем, что Мухтар Аблязову пообещали и разблокировали якобы арестованные счета, на которых огромные деньги. Но это хорошо, что аккаунт в ютюбе где работает одна Наташа, она достаточно способная журналистка была, сейчас пропагандистка, такие вещи пишет, потому что вы видели, что в Басе там очень много людей ставили дизлайки, нападали на них, поливали встречно, потому что обвинить Мухтара Аблязова, что он сотрудничество с КНБ, это нужно быть, скажем, очень тупым человеком, очень тупым, человек, который 20 лет борется, постоянно попадает в сложнейшую ситуацию, в тюрьму, крадут семью, у которого конфисковали весь бизнес и охотятся в любой точке, где бы я ни находился, обменять, что я сотрудничаю, якобы, с КНБ, безопасность, это себя дискредитировать, поэтому, Наташа, если ты хочешь что-то полезное сделать для своего канала, надо использовать другие какие-то аргументы, это смешные, ну, в крайнем случае, дайте мне факты, счета, может быть, какие-то уже разморозили счета, которых я не знаю, и где эти деньги, ну, просто надо аргументы правильно использовать, хотя бы логические, вот, но, я скажу, логическое построение, вот, представьте себе, есть такой Мамай, который, как ни странно, многие призывают, что давайте идти вместе, при этом, смотрите, так называемая организация ДПК, в лице Мамая, не имея разрешения, свободно призывает на митинг, его никто не сажает, не штрафует, а ребята, которые просто едут на какое-то мероприятие, или просто заявляют о намерении участвовать, в митинге, их арестовывают, обвиняют их в участии в экстремистской организации, паяют 405-ю статью, сажают, вы знаете, большое количество людей, вот, лидеры Коще, Асхата Жексибаева, Кайрата Клышева, вот сейчас недавно ребят в Шемкенте посадили, вчера были тотальные обыски магисталских активистов, которые, в принципе, не заявляли о том, что они призывают на митинге, их никто не трогает, вроде не должны были трогать, но пошли жить с обысками и инкриминируют 405-ю статью участников незарегистрированной организации. А вот Мамая ходит, и нужно быть очень слепым, к сожалению, действительно, наш народ очень слепой, потому что они были вдали от политической деятельности, и вот режим на ваших глазах выращивает такого провокатора, прокладку, режим открыто, дает им разрешение на митинг, а когда наши активисты идут на эти митинги, их заранее арестовывают, и, извините меня, слепые люди выходят, говорят, а давайте мы пойдем к Мамаю, и вообще Мамай со мной вчера разговаривал, нормальный парень, ну, вы забыли о нормальном парне Хусанове совсем недавно, который также говорил, что я 20 лет в оппозиции, потом использовал ваши голоса, чтобы получить на жизнь какие-то деньги, и, получив название, имя предателя нации, исчезнуть с горизонта, ну, представьте, что он снова появляется, потому что Мамай, это Хусанов 2, призывает на митинги, и вот разные активисты будут говорить, давайте пойдем, лишь бы был митинг, о чем вы, ребята, это как можно объединяться с фейками режима, а их там создал режим много, чтобы вас обмануть, и моя задача провести просветительскую работу, чтобы вы стали понимать, понимать, что такое партии, что такое парламент, что такое политический деятель, и вообще, что такое оппозиция, не бежать за фейками, как Хусанов, Мамай, власть создает искусственные всякие объединения, типа Уян, Казахстан, которого не штрафуют, не сажают, вообще ничего, они по городу был период, разгуливались с плакатами, никого не обижали, не трогали, но попробуйте, ребята из Куще, которые тоже так же делали, на тот момент их не объявляли экстремистской организацией, они создали чат, и полиция к ним цепляла, штрафовала, и штраф звучал с аргументами участия незарегистрированной политической организации, ну извините, ДПК ведь тоже незарегистрированная политической организации, или возьмем некое движение ХАК, то же самое, незарегистрировано, заявлено, никто не штрафует, они ходят на митинги и так далее, друзья, задумайтесь, как можно идти на митинги фейков власти, провокаторов власти, прокладок власти, завтра вы за Косановым побежите, как недавно это было, Назарбаев побежит, давайте на митинг Назарбаева пройдем, но это же очевидные вещи, моя задача тем, кто этого не понимает, сегодня это объяснить, я это делаю, так вот, представьте себе, что аккаунт в ютюбе, которым работает одна журналистка, была способная журналистка, я ее знаю, она работала в газете Республика, кстати говоря, в той газете, которую я организовывал, финансировал, поэтому я просто лично близко не знаю, но заочно знаю, что достаточно способна журналистка, ее муж Садыков, Айдос, которого я изгнал из ДВК за деструктивные действия, ну и человек, он как выяснилось, тяжелым характером, с плохим образованием, и мы же хотим построить сильную страну, образованные граждане, чтобы была передовая, страна, соответственно, кто наши будут лидеры на всех уровнях, грамотные, образованные люди, знающие, куда везти страну, к сожалению, Айдос Садыков не из этих людей, и вот они, аккаунт Ютьюбе, объединяются, действуют вместе, незарегистрированные партии, провластные, прокладка власти с Мамаем, это о многом говорит, пишите вместо Мамая Кусанов, и вот прокладка власти, или кукла власти Кусанов, объединяется с кем? С аккаунтом Ютьюбе, вот и все, вывод простой, у меня спрашивает, как вы оцениваете аккаунт Ютьюбе, Басе, очень просто, надо судить по делам, они, во-первых, лгут, пропагандистские материалы выпускают, все лживые, ну, как им после этого можно и верить, но кто хочет посмотреть сплетни и так далее, не вопрос, в общем, я считаю, что я вам достаточно ответил на этот вопрос, ну, и да, очень важный момент, когда Айдос Садыков, который, вот, многие из вас говорят, давайте объединяться, объединяется организации с организациями, или человек с человеком, там, он утверждает, что партии Жусан, ну, наверное, может быть, там, кроме него и же его жены, может, еще там парочка друзей его есть, ну, вы знаете, партии Жусан, его программу, которые на слуху, которые власть боится, которые вводят на улицы своих сторонников, нет, ну, и вот эта партия, так называемый Жусан, Айдос Садыков, я очень вежливо ему сказал, когда он говорит, нужно национализировать недра, я просто объяснил, Айдос, что недра принадлежат государству, нельзя национализировать то, что и так уже национализировано, он продолжает заявлять, что надо национализировать недра, вот вам, пожалуйста, признак ума и уровня человека, и тот, тот, который призывает куда-то идти, ну, в частности, вместе с мамой бойкотировать, как можно идти за неграмотными, за необразованными людьми, как можно идти за лагунами, это ваш выбор, вы можете пойти в болото, за ними, пропасть, куда угодно, я сейчас использую этот период, как предвыборный, когда противники могут вот так вот в прямом эфире выступать и раскрывать, что из себя представляют тельные люди, организации, которым вы, между прочим, предлагаете всем объединиться, объединяются сторонники, объединяются те, все те, кто хотят добиться единой цели, которые готовы быть вместе, которые сотрудничают, ну, а когда аккаунт в ютюбе сотрудничает с прокладкой режима, ну, какое может быть сотрудничество, сотрудничать с Косановым-2, ну, я считаю, это просто позор, это слепота, и мы должны видеть, где правда. Идем дальше. Давайте мы сегодня упомянем ряд постов Сергея Дуванова. Сразу скажу, что был период, я очень уважительно к нему относился, он действительно был ярым противником режима, к сожалению, последние буквально несколько лет он сильно изменился. Он не просто стал противоречивым, а стал путанным, и, ну, представьте себе, что он инициатор создания демократической партии вместе с Мамаем и Тулегеном Жукеевым. И он вообще удивительные вещи говорит. Да, я инициатор, но я не член ДПК. Это как это? Он и не учредитель, и не создатель. Говорит, да, ДПК предлагает бойкот, я против, я считаю, нужно вступать в ОСДП. Спрашивается, Сергей, а зачем вы выступили инициатором ДПК? А как можно быть в этой организации, или двигать ее, рекламировать, при этом говорить, вступайте в ОСДП? То есть, вы там в ДПК или нет? Он говорит, я как бы там, но не там. То есть, я беременный, но не беременный. Но как можно после этого серьезно воспринимать аргументы человека? Ну вот, я хочу, тем не менее, подробно остановиться, потому что он один из тех, кто, во всяком случае, совсем недавно был тем человеком, который формировал настроение людей, мнение и так далее. Но, ну раз меня критикуют эти люди, я отвечаю, это не значит, что вот они все вот такие не очень подготовленные люди, где-то плохие, где-то лгуны. Нет, не в этом дело. Я просто отвечаю на критику тех или иных людей. И так вот, Сергей Дуванов говорит, что Аблязов призвал вступить в ОСДП. На самом деле, для чего? Для того, чтобы их сняли с дистанции, чтобы ОСДП потеряла возможность участвовать в выборах и у режима не будет возможности говорить, что это конкурентные выборы, что ОСДП участвует на парламентских выборах как оппозиционная партия. И, таким образом, Аблязов по сути, хочет отобрать возможность режиму лгать Западу, что Казахстан это демократическая страна. А если бы это было по-другому, то Аблязов бы тихо, тихо, между собой, чик, там, ячейкам сообщил бы, и вот активисты пошли бы вступать ОСДП тихо. Но, я думаю, что, особенно те, кто часто участвует с нами в работе в неком зуме, я имею в виду ячейки, прекрасно понимают, я очень часто произношу слова такие, то, что знает трое, знает все. Так вот, Сергей, нужно знать простое правило, быть управленцем, не просто быть журналистом, иметь организацию, организационный опыт, и знать просто, ну, что называется, из жизни, что, когда в организации присутствуют тысячи людей, если ты даже десятку людей, как бы, по секрету сообщаешь, по секрету знает вся страна, что называется, по секрету всему свету. Поэтому, не получится так, тихо, между собой, чик. Это первый аргумент, потому, что, сказал Сергей, что, если Аблязов захотел бы, он там тихо между собой что-то сказал. Первое. Второе. Мы хотим, чтобы на выборах участвовало миллионы человек, и на ушко миллион человек обшипнуть невозможно. Мы хотим, чтобы миллионы пришли и проголосовали против партии Нуратан. Они пришли осознанно, знали бы, что они придут на выборы, отберут голоса у Нуратана, Нуратан фальсифицирует итоги выборов, потому, что Нуратан не будет допускать, чтобы у партии было менее 75% голосов, а, скорее всего, минимум 80%. Потому, что председатель партии Нуратан Нурсултан Назарбаев и Назарбаев себя позиционирует как лидер нации, которого страна любит, обожает, без него не может жить. Ну, как он может допустить, чтобы у него было 20 или 10%? Конечно же, он будет стремиться добиться 80%, у себя в кабинете он уже это расписал, и Центральная избирательная комиссия на всех уровнях будет фальсифицировать. Так вот, наша главная задача призывать, чтобы миллионы вступили в СДП, на ушко говорить не получится, люди должны осознавать, для чего они делать. Это должна быть национальная идея, чтобы национальная идея охватила миллионы человек, каждый человек должен знать, почему он это делает, он должен делать осознанно, а именно вступить в СДП, чтобы были отобраны голоса у Нуратана, затем фальсификации, миллионы людей возмущаются, выходят на митинги и сносят этот режим. Это наша главная цель, а не то, что некоторые говорят, что якобы мы хотим захватить власть в СДП. Вот, в частности, Сергей заявил, что мы хотим создать численный перевес и взять, что называется, контроль над партией. Нет, потому что на самом деле мы это, конечно, будем делать, но мы все должны знать, что если бы мы, допустим, до выборов призвали бы своих сторонников участвовать в партии ОСДП и добиться численного перевеса, затем мы могли бы поменять органы управления, председателя партии, филиалов, руководителей и так далее, что бы сделал Назарбаев? Просто отменил регистрацию, назвал бы партию экстремистской и все, и закрыл партию. Собственно, так он делал много раз ранее. Поэтому этот аргумент не выдерживает никакой силы, у нас нет намерения просто захватить партию якобы, это захват ничего не стоит, потому что раз и закрыл партию Назарбаев и все. Ну и смысл был столько действий делать, чтобы в один день он своим решением дал поручение Минюсту, прокуратуре, они провели тайно Исильский суд и потом приняли решение и ему, и людям никому не показывали, собственно, как происходит сейчас ДВК запретом, скучая, никто в глаза не видел этот документ, они никому не показывают, так будет и с ОСДП. Мы призываем войти в ОСДП именно сейчас, потому что ОСДП пошла регистрацию, она уже участвует в выборах в парламент, именно сейчас это надо сделать, вчера это не надо было делать. Так вот, Дуванов говорит, что мы хотим это сделать только для того, чтобы разрушить возможность режима говорить на Западе, что якобы Казахстан демократическая страна. Нет, Сергей, это не так. Еще раз, на ушко такие вещи не говорят, нужно озвучить публично и каждый должен понимать, что когда мы добиваемся этих целей и в конечном счете это нам позволит вызвать протест и сменить режим. Это наша главная цель, а не просто взять власть партию ОСДП. Замечу, мы это все равно конечно будем делать, но главная цель не в этом. Поэтому не надо пытаться размывать нашу главную цель. Далее, я сейчас дам оценку еще разным людям, общественным деятелям, которые работают в Казахстане, я считаю, выполняют важную функцию. Ну, в частности, хотел бы сказать несколько слов о правозащитнике Пахчан Тургожиной. По призыву именно Пахчан Тургожиной она получила разрешение на проведение митинга Балматы 31 октября. Я обратился к нашим сторонникам, чтобы они пришли на митинг. И это был разрешенный митинг. И режим начал преследовать точечно именно наших активистов. То есть, это как бы был разрешенный, но на самом деле людей задерживали, штрафовали, задерживали дома и так далее. То есть, как вы знаете, этот митинг по сути был полу или даже не полу, чуть-чуть разрешенный. И Дуванов говорит, что Облязов оказывается призвал своих сторонников, чтобы они пришли на этот митинг Тургожины, чтобы этот митинг власть не позволила сделать. Тогда бы якобы у ДВК осталась бы та самая монополия на проведении митингов. Сергей, монополия может быть только у власти, потому что она обличена властью, у нее полиция, репрессивный механизм, сажает в тюрьму людей, захватывает господство положений в экономике. Это все можно обеспечить, только обладая рычаги и силы. У демократического выбора Казахстана нет монополий ни на что. Любой человек может попытаться собрать своих сторонников и вывести на митинг. Поэтому говорить о некой монополии ДВК на митинге по меньшей мере странно, а я бы даже сказал бреще. Глупо, глупо, нет никакой монополии. Как может быть на монополии на то, чтобы пойти на митинг, чтобы тебя оштрафовали, били, увольняли с работы, с работы. Вы же понимаете, какую глупость говорит известный блогер или он как говорит правозащитник Сергей Дуванов. Я вынужден это сейчас сказать. Наше население должно быть грамотным. Наше население должно политизироваться, участвовать в политической жизни страны. И поэтому, когда те или иные известные люди, формирующие общественное сознание, говорят глупости, я должен говорить. Он сказал глупость. Другой вопрос почему? Сознательный или нет? Это мы сейчас походу разберем. Так вот, почему демократический выбор Казахстана поддержал митинг Тори Гожины? И почему демократический выбор Казахстана не делал никаких призывов? Более того, не хотел, чтобы наши активисты участвовали на митингах, которые были организованы по призыву прокладки власти Мамая и аккаунта в Ютьюбе Басе. Я думаю, вы понимаете, Мамай это прокладка власти. Как мы можем призывать идти на митинг прокладки власти? Это вообще нонсенс. Мы это не будем делать. А Тори Гожина известный правозащитник. Она реальный противник и критик власти. Да, у нее есть противоречивые действия. Но скажем, даже на митинге можно было отразить настроение Бахчана Тори Гожиной, когда вышли отработанные спикеры прорежимные, что-то вроде покритиковали, но как-то так, знаете, вот кругами. Но затем все-таки вышли активисты, явно противник режима, они выходили на трибуну, говорили шалкет, жетко выступали. Это отражение той ситуации, которая есть на самом деле. То есть, Тори Гожина дала возможность, может, не полную, но дала выразить свое отношение к режиму реальным противникам, дала возможность выступить тем людям, которые как бы противники режима. но это связано с тем, что она оценит так свои риски, находясь в стране, она оценит свои риски безопасности, чтобы заниматься правозащитной деятельностью, и при этом все-таки выражать позицию, что она против этого режима. Это ее позиция, это ее маневр, и я могу сказать, что в целом, в связи с тем, что я лично положительно отношусь к Бахчану Тори Гожиной, считаю, что она действительный противник режима, не так, как Мамай прокладка власти, и конечно же таких людей мы будем поддерживать, мы будем призывать наших сторонников, чтобы они приходили на митинги, поэтому Сергей, мы призвали и поддерживали Бахчану Тори Гожину, не потому, что считали, что режим закроет митинг, нет, мы ее поддерживали, потому, что я считаю, что она противник режима, пусть даже где-то балансирующий. Дальше, есть такой, по-моему, архитектор, преподаватель Нурлан Туриханов, я достаточно случайно в прошлом году, когда он обратился ко мне, решил выйти с ним в прямом эфире, но, к сожалению, пока мы с ним вели беседу на политические темы, я осознал, что он неподготовленный политический человек, ну, абсолютно неподготовленный, ну, и мягко пытался свернуть эфир, вы можете зайти, почитать его, и он вчера, значит, выступил с такими нападками, назвал провокатором, еще с чем-нибудь, в принципе, хочу отметить, что я в целом с людьми очень корректный, и эфир прошел очень корректно, ни одного моего личного выпада не было в его адрес, но единственное, что мои подписчики в ютюбе начали жестко на него нападать, ну, потому что он при разговоре пил виски, сидел, курил сигару, люди восприняли это как неуважение к своему собеседнику, ну, и говорил, конечно, откровенно слабые политические аргументы, и подвергся такой резкой критике, и обиделся не на моих подписчиков, обиделся на меня, поэтому я написал комментарий, что ну, зачем так, лично обижаться, нужны политические аргументы, и вообще человек политически не подкован, он так и не разобрался, чем президентские выборы отличаются от парламентских, я в своем эфире объяснял, что президентские выборы, там тоже подставные фигуры, но там личности, которые в один день могут перевернуться, поменять позицию, проголосовать за Назарбаева, обмануть своих избирателей, собственно, что и сделал Кусанов, поэтому на президентских выборах мы обращались к нашим сторонникам, говорили, бойкот, на парламентские выборы другая ситуация, это юридическая организация, это партия, у него есть члены этой партии, съезд партии, принимает решение, политсовет партии, съезд партии, высший орган, и там не получится, что один человек взял в последний день и сказал, мы уходим с выборов, не получится, потому что съезд принимает решение, партийный список формирует съезд, и тысячи человек, которые, пусть даже на бумаге, пусть даже послушанные, они должны поставить свою подпись, это разные вещи, именно поэтому я объясняю, что такое партия, и объясняю, почему, именно когда будут парламентские выборы, нужно идти на выборы, голосовать, а не бойкотировать, и вот, к сожалению, Нурлан Туриханов, он далек от политики, он красиво пишет, вопросов нет, язык подвешенный, но человек далекий от политики, вчера разразился рядом выпадов мой адрес, и я по этому поводу тоже хочу ответить, дело в том, что любым делом должны заниматься профессионалы, профессионалы, ну представьте себе, что вы пойдете к врачу, зная, что он не врач, он просто водитель такси, вы пойдете к этому врачу? Нет, а представьте себе, что вы хотите избрать лидером страны, человека, который не понимает экономику, не понимает, что такое политические реформы, нет вообще опыта политической борьбы, и вот представьте, что вы доверяете ему судьбу миллионов, вы доверяете будущее своей страны такому непрофессионалу, неподготовленным. История знает немало примеров, когда страну руководили журналисты, киноактеры и так далее, но они не просто в один день раз пришли возглавили партию, раз и возглавили страну, они боролись, они показывали свою квалификацию, они обучались, они годы занимались публичной политикой, чтобы стать известными, влиятельными и авторитетными политиками. Поэтому, конечно же, каждый должен заниматься своим делом, безусловно, но каждый имеет право заниматься политикой, и лучшие, самые лучшие, самые талантливые, как в любом деле, должны пройти это сито отбора, конкуренцию, победить, получить голоса своих избирателей, показать, что они грамотные, сильные, профессионалы, талантливые, честные, и получив поддержку, возглавить страну. Ну, и вот на примере Нурлана Туриханова, почему я остановился, в том числе, и на нем, я просто показываю, что человек, архитектор, ну, говорит, что, а почему Аблязов ты не призывал голосовать на выборах президента за Касанова, я как профессионал политики, который уже более 20 лет постоянно занимается политикой, объяснил, что это президентские выборы и парламентские, они отличаются, здесь надо идти на бойкот, объяснил, почему на президентских выборах, а на парламентских надо участвовать, я это объяснил, к сожалению, человек не понял, но это связано с тем, что он не занимался профессиональной политикой, но при этом продолжает раздавать советы, но советы можно принять или даже не услышать, но когда человек оскорбляет, говорит, ты провокатор, там, такой-сякой, плохой, я отвечаю не просто Нурлану Турихану, я отвечаю тем людям, которых тоже немало, чтобы они понимали, вы можете критиковать, возражать, не вопрос, мы слушаем аргументы, но когда идут оскорбления, конечно же, эти люди себя роняют и просто показывают свой низкий во всех отношениях уровень, и профессиональный, и человеческий. Идем дальше, есть такой вот в узких кругах, я просто вынужден был сегодня тоже еще раз откомментировать, будем считать, что это ответы на вопросы. Есть такой Аслан Курмабаев, я его, наверное, сегодня не упоминал бы, если я вчера случайно не услышал призыв, что давай, Мухтар, если ты не трус, выходи. Вообще смешно, наверное, Мухтара Блязова обвинять в трусости. Человек, который против системы борется, прошел тюрьмы и так далее, и говорит, что если ты не трус, выходи, Аслан, это по меньшей мере смешно. Я не для того, чтобы кого-то обидеть, оскорбить, сейчас останавливаюсь на таких деталях, я делаю это специально и сознательно, для того, чтобы вы участвовали в политической жизни страны, становились активными и профессионально в этом разбирались. Так вот, я хочу сказать, мы же понимаем, что мы хотим построить сильную страну, а сильную страну можно построить только благодаря сильным личностям, которые работают на разных уровнях власти, в партии, в парламенте и так далее. И вот представьте себе, что один из таких, скажем, так называемых критиков, вчера появился, Аслан Курмамбаев, ну и возражает, зовет меня на дебаты. Ну, на дебаты, наверное, нужно знать, звать равных противников по масштабу, по уровню образования и вообще по многим качествам. Ну, представьте, что вы на ринг вызываете какого-то очень сильного спортсмена, при этом вы никогда даже боксом не занимались. Вы же понимаете, все будут смеяться и его одним щелчком этот боксер уронит. Поэтому, конечно же, эти призывы, они очень смешные, ну, я приведу один пример. Вот представьте себе, что Аслан Курмамбаев говорит. Я это специально сейчас говорю, потому что у нас многие люди действительно не очень грамотные, но я на этом примере просто показываю очень простой пример. Ну, в частности, Аслан Курмамбаев говорит, нужно национализировать контракт на недропользование. Основная масса не понимает национализировать контракт на недропользование. Я сейчас поясню, что это такое. Все недра государства принадлежат именно государству, никому-либо. Ни китайцам, ни россиянам, никому. Все богатства страны, которые находятся под землей или над землей, они принадлежат государству по законам нашей страны. Поэтому национализировать то, что принадлежит и так государству, невозможно. Так вот, государство, имея недра, привлекает те или иные компании разрабатывать эти недра и подписывать контракт с этими компаниями, например, с китайской компанией. И говорит, мы тебе даем право разрабатывать наши недра, например, на 49 лет. За это ты платишь какие-то налоги, бонусы и другие какие-то выплаты государству. И эти отношения оформляются контрактом на недропользование. То есть, я владелец этих недр и подписываю контракт на недропользование с какой-то компанией. Это касается абсолютно всех недр страны. Неважно, это китайская компания, казахстанская компания, американская. Владелец государства подписывает контракт. И вот представьте себе, что этот человек, который претендует на формирование общественного мнения, говорит, нужно национализировать контракт на недропользование. Бывает, человек неграмотный, не понимает, что такое контракт на недропользование. Это основная масса у нас населения, к сожалению, не понимает это. Я очень терпеливо зашел к нему на фейсбук и объяснял, что недра принадлежат государству. Контракт подписывает государство, чтобы противная сторона разрабатывала эти недра. Как можно приватизировать контракт? Как можно национализировать контракт? Беру сравнение. Вы владеете квартирой. Вы подписываете договор с арендатором на право, что он там будет жить и осуществляет вам ежемесячные платежи. Вам приходит Аслан говорит нет надо национализировать контракт ваш договор. Ты ему говоришь Аслан ты о чем говоришь я и так этой квартирой владею. Я просто подписываю договор контракт, чтобы он там жил месяц или два за это мне платил. Он не понимает продолжает говорить надо национализировать. Как можно если государству и так недопролежат и он оформляет право на разработку этих недр подписывая некий контракт на недропользование с кем-то как можно национализировать то, что и так государству принадлежит. И вот этот человек говорит, что он создал некое движение Туран. Наверное там только он один и его может друг какой-нибудь в этом движении. И вот такие люди выходят зовут на дебаты говорят нельзя вступать в СДП. Ну уважаемые друзья мы хотим построить сильную страну сильную во всех отношениях а это возможно только тогда когда вы идете за грамотными людьми расставляете грамотных сильных людей прислушивайтесь к их мнению поэтому когда такой человек говорит что о национализации контракт недропользования это просто позор это просто позор это роняет уровень нашей страны и к сожалению большей степени роняет тех кто вообще прислушиваться к таким людям мы должны идти за грамотными людьми образованными и только тогда мы построим сильную страну и сами будем процветать далее я слышу призыв другого человека который имеет большое количество подписчиков по-моему около 300 тысяч было не помню я держав другом он тоже критикует меня за то что я призываю вступить в СДП добиться того чтобы режим открыто сделал фальсификацию у него нет вариантов как это делать и поймав за руку через институт наблюдателей через наших активистов добиться чтобы выборы были признаны нелегитимными вывести людей на улице и снести этот режим вот что мы предлагаем еще раз повторяю держать держант Тургумбаев критикует говорит что нужно создать партию одну единую в котором будут мамай прокладка режима аккаунт аккаунт ютюбе где два человека типа басе я там слышал даже и он приглашал туда Тасмагамбетова Распека Сарсимбая и там палитру хак ну который по сути прокладка режима уян как вообще это возможно как можно объединиться в одну партию провластными людьми которые работают на режим и всех в одну партию это вообще просто немыслимо второе как можно говорить что какая-то партия вокруг которого объединится народ наш народ вообще не понимает что такое партия наш народ имея почти у семи с половиной миллионов человек кредиты разный потребительский когда мы призываем идти на митинг говорим давайте добьемся чтобы ваши кредиты были списаны мы не видим этих миллионов на улице то есть когда это прямо тебя затрагивает и мы видим наши граждане пассивные как можно говорить что эти люди объединятся вокруг партии будут штурмовать минюст это нереально поэтому я публично отвечаю на такую критику или предложение держан Тругумбая говорю что это просто нереальная вещь очевидно нереальная к сожалению держан Тругумбая это не понимает ну наверное просто не хватает политического опыта он в прошлом году пытался эту партию создать приглашал меня давайте я говорю держан это бесполезно мой политический опыт говорит что это бесполезно он попробовал не получилось но он продолжает снова и снова эту идею озвучивать эта идея нерабочая ну еще там есть идея давайте мы бюллетень положим в карман и спрячем а потом покажем что а вот он наш бюллетень но это вообще вызывает только смех и иронию и потом дома протестовать с этим бюллетенем показывая его поэтому уважаемые друзья если мы хотим действительно чтобы выборы были динамичные чтобы власть ужасалась пугалась чтобы мы действительно вывели сторонников которые возмущены возмущены что и голоса украдены единственный способ прийти на выборы проголосовать за партию ОСДП отобрать голоса у Нуратана вывести протестующих на улицу и добиться смены режима другого варианта нет ну теперь мне еще говорят а почему вы раньше в ОСДП не призывали вступить а потому что это не имело никакого смысла потому что ОСДП буквально сразу закрыли бы а сейчас не смогут почему не смогут ну там кто-то говорит что вот у них будет съезд и вот они примут решение знак протеста не выходить на выборы во-первых ОСДП это если второй раз не будет участвовать на выборах она потеряет регистрацию что такое ОСДП мы говорим ОСДП как будто это некая партия как будто некие там люди мы когда говорим ОСДП сразу говорит себе Назарбаев потому что это партия под Назарбаев так вот если ОСДП не будет участвовать второй раз в этих выборах она лишится регистрации Два раза подряд не участвуют в выборах, то будет партия закрыта. Поэтому это первый аргумент, что именно сейчас важно вступить в ОСДП. Именно сейчас, когда она уже заявлена как партия, участвующая в выборах. Именно сейчас. Далее. Далее. Мне говорят о том, что надо якобы ОСДП захватить. Да, мы будем это делать. Но это опять вторичный вариант. Я сейчас объясню почему, чуть позже. Я просто говорю еще раз. Мы не призывали вступать в ОСДП ранее, потому что это не имело никакого смысла. А сейчас, если власть вдруг снимет ОСДП с гонки, то мы можем уже сейчас обращаться международным наблюдателям и говорить, выборы нелегитимны. Потому что там появились люди, активисты, противника режима, противника режима. И режим, испугавшись, снял ее с выборов. И маловероятно, что режим на это пойдет. Но, если режим вдруг на это пойдет, мы между 10 декабрем до 10 января будем призывать вступить в другую партию. Выберем какую, но главное не Нуратан. Ну, вы понимаете. Поэтому все эти действия режима, они не имеют никакого смысла. Теперь еще есть такие движения, всякие типа ХАК, Токжан там Кружалеева. Они призывают, а давайте будем голосовать за все партии, кроме Нуратана. Ну, типа мы оппозиция. Не верьте им. Это человек власти, прямо под Тимуром Кулебаевым. Что они хотят? Они хотят, чтобы вот этот протест, недовольство режимом было расплено между разными партиями, назарбаевскими. И у каждого будет по чуть-чуть. Наша задача собрать весь протест в одном месте. Создать большой процент недовольных людей в одной партии. И тогда именно они выйдут на протест. Не верьте таким, как ХАК, Кружалеевым, любым, кто говорит, давайте голосовать везде за всех, кроме Нуратана. Это все ерунда. Все в одном месте. В Белоруссии все голосовали на президентских выборах за Тихановскую. И она не вела себя как Касанов, она не предавала. Именно это привело к тому, что у нее было минимум 80%. Именно поэтому тысячи, десятки тысяч людей недовольных вышли на улицы и штурмуют. Сейчас, каждый суббот, воскресенье, это власть. И Лукашенко истощен. Наступит момент, когда этот режим падет. Поэтому мы должны все собраться внутри одной партии. Ну и потом, давайте мы еще несколько слов скажем об ОСДП. ОСДП, вы даже фамилию не назовете, ни председатель партии, ни его заместитель. Я вот сегодня, готовясь к эфиру, выучил фамилию этих функционеров, винтиков, режима, которых, понятно, никто не знает, никто не избирал. Они вообще не публичные фигуры, вообще они никто. Просто функционеры, назначенные Нурсултаном Назарбаевым. Это Асхат Ракимжанов, типа председатель партии. И вот я вчера вот запомнил, потому что в Азатике появился, Тазабек Самбитпай. Мы призвали вступить в ОСДП, у которого якобы имидж и позиционируются как оппозиционные партии. И вчера Тазабек Самбитпай заявил, ну на казахском языке, был эфир, интервью. Он сказал, что обляза прошибается, наши двери открыты, я вам смысл передаю. Чем больше сторонников, нам лучше, это хорошо. Между тем, мы знаем, что по всей стране пытаются вступить в ОСДП люди. Они не знают, куда идти, потому что здания нет, филиалы только на бумаге. Люди живут в каких-то селах, прячутся или принимают заявление. Говорят, съезд пройдет, потом, может быть, мы вас примем. Это реальность такова. Я обращаюсь к этим людям. Выступайте публично на Фейсбуке и в Инстаграм. Делайте заявление. Публикуйте голосовые сообщения, так называемых руководителей филиалов, которые говорят, да нам все равно. Типа, вы подадите заявление, нет. Или дайте нам данные ваши в Фейсбуке, мы за вами последим. Вот, собственно, сейчас реальность такова, что Тазабек, зампредседатель партии, говорит, вступайте. А реальность такова, что активисты со всей страны жалуются, что их заявление не принимают. Руководители филиалов прячутся, до них невозможно дозвониться. Давайте сделаем так. Делайте обращение к председателю партии Асхату Рахимжанову и к Тазабеку. Лучший персональный Тазабеку. И говорит, Тазабек, вот ты вчера выступил в Азатаке, сказал, наши двери открыты. Вот наше заявление. На, получай, принимай. Они говорят, что вот съезд партии, должен утвердить. Это ерунда. Есть устав партии, они пишут заявление, приходят такими глазами, вдохновенными. И говорят, мы хотим вступить в СДП, мы поддержим СДП, мы разделяем его программы и устав. И у руководителей, так называемых функционеров СДП, нет никакой возможности вам отказать. Используя это, разоблачайте тех людей, которые находятся в СДП, изображают, что они оппозиции. Разоблачайте, и мы таким образом, пинками, тычками принудим принять ваше заявление. Вот таким образом. Теперь, далее. Я сейчас хотел бы вам рассказать следующее. Дело в том, что мы опубликуем инструкции, вариант, точнее не вариант, а стандартный тип, типовое заявление. Мы опубликуем все телефоны филиалов, а офисов у них там нет. Там надо партия на бумаге, мертвые души. И вы можете вступить, во всяком случае есть куда обращаться. Теперь у вас еще есть возможность обращаться к заместителю-председателю Тазабеку Самбитбай. Говорит, ну-ка давай исполняй, что ты публично сказал. Обращайтесь в Азаттык и говорите, вы брали интервью, вот видите, они лгут, они лгуны. Почему лгуны? Потому что это КНБшной партии, партия Назарбаева, потому что эти подставные люди. Ну, благодаря тому, что мы сейчас активничаем, инициативные, их фамилии станут известны, вы их запомните. Это подставные функционеры Нурсултана Назарбаева. И посмотрим, как они будут крутиться, вращаться под такой лупой общественности. Вы увидите реальное, что такое партия ОСДП. Но нам это не мешает. Наша цель, даже если не примут ваши заявления. Наша цель, если даже вы не станете членом этой партии, вы просто приходите, голосуете, кладете в урну свой голос, пользуясь ДП, и мы валим. Валим Нуратан вниз, с его любимого Байтирека, сверху вниз, вместе с его мебелью. Такая вот, вот в чем главная наша задача. И пусть там те люди, которые пытаются найти изъян в этой схеме, в нашей конструкции, не говорят. А они хотят захватить партию, у них ничего не получится. Нет. У нас главная задача получить численный перевес на выборах, и Назарбаев будет фальсифицировать, и взять его за руку, признать выборы нелегитимны. Теперь, уважаемые друзья, главное, далее я хотел бы добавить. Тем не менее, мы будем стремиться взять контроль в партии ОСДП. Для чего? Для того, чтобы эти функционеры избивались, бежали от страха, чтобы Назарбаев переживал, что эту партию сейчас придут, активные люди захватят, пусть переживает. Хотя она нам не нужна, потому что, когда мы это сделаем, если завтра, 10 января, не выйдут тысячи сторонников, он все равно ликвидирует эту партию, в один день объявив ее экстремистской. Понимаете? Она нам нужна только вот как одноразовая акция. Но, тем не менее, мы должны прийти и устраивать съезды, добиваться смены руководства. А как это делается? Делается очень просто. Мы добиваемся численного перевеса в партии ОСДП. Есть так называемые первичные партийные организации. Они состоят из трех человек в регионах. Если у вас такой статус, как у организации есть, вы как пылесос можете принимать тысячи ваших знакомых или желающих вступить в ОСДП. И мы создадим численный перевес, гигантский численный перевес из наших активных сторонников. Инициируем съезд. И этих партийных функционеров просто уберем. Этот же съезд 27 ноября сформирует список. Список, партийный список, которые будут заявлены для участия в этих выборах. Но в основном этот список опять спустят сверху из кабинета Анду Султана Назарбаева. Ничего страшного. И вы мне зададите вопрос. А если мы все-таки победим, наберем 70%, 80% вместо Нуратана, что же будет дальше? Значит ли, что теперь вместо Нуратана будет сидеть ОСДП и ничего не поменяется? Я же говорю, что это правовластная партия. Нет, уважаемые друзья, все будет по-другому. Как только мы добьемся численного перевеса, мы проведем съезд, поменяем органы управления и те депутаты, которые попали в парламент, решением съезда, они отзываются и мы в парламент заведем наших людей. Вот я вам говорю еще теоретическую возможность, каким образом поменять депутатов, если они вдруг через ОСДП попадут в парламент, если вдруг этот режим не будет тотально и массово фальсифицирован и проиграет выборы. В принципе, такие ситуации в мире и были. Это тоже возможно. В этом случае у нас есть механизм получения контроля над партией. Итак, я в принципе все модели описал, ответил на ту или иную критику и хочу сказать следующее. Наша задача, главное, нанести удар Нуратану, получить перевес, массовый перевес количестве голосов на этих выборах, ловить их за руку, а это как еще возможно? Через институт наблюдателей. В связи с тем, что партия ОСДП не может сказать, что мы признаем поражение, не может, потому что там для этого должны тысячи людей, процедура, собраться, заявить и так далее. Они не смогут, они должны идти к победе. Природа самой партии так построена. Мы что будем делать? Наша задача отобрать как можно больше голосов у партии Нуратан. Вот что мы должны делать. И поэтому неважно, вы являетесь членом партии или нет, вы просто приходите, бросаете в урну бюллетень. Затем вы контролируете, как на самом деле идет процесс голосования. Обязательно будут люди, мы по всей стране расставим активистов, которые будут делать опрос. И через мобильное приложение будем фиксировать, на самом деле, как шел процесс голосования через устный опрос. Поэтому я призываю вас включаться в режим наблюдения, заходить в разные общественные организации. По наблюдателям я отдельно сделаю эфир и расскажу. Мы сможем проконтролировать всю страну, эти 10 тысяч так называемых участков, где будут проходить выборы. Мы все сможем проконтролировать. Но я хочу сказать следующее. У нас сейчас есть шанс все это сделать легитимно. У нас есть сейчас шанс сделать все это без драки, без баррикад, без массовых митингов. Только путем сброса вашего бюллетеня. Чему власть не сможет препятствовать. И на выборы 10 января, именно в тот день мы должны объявить митинги. Почему? Потому что именно в тот день на выборные участки миллионы людей пойдут отдавать свои голоса. Миллионы! А 11 января уже рабочий день, этих миллионов не будет. Меня спрашивают, как же так? Итога выборов же еще не будет? Известно. Только вот будет идти подсчет голосов. Уважаемые друзья, когда выборы начнутся, 10 декабря, выборный процесс, власть каждый день делать будет ошибки, каждый день будет подтверждать, что эти выборы нелегитимны, будут задерживать активистов, будут мешать проводить агитацию. Это тоже незаконно. Это тоже позволит нам говорить о незаконности этих выборов. И в тот же день, рано утром, когда начнутся выборы, 10 января, будут некие карусели, будут ходить люди, по 10 раз голосовать на разных участках. Вы знаете, все выборы именно сопровождались такими фальсификациями рано утром, в течение дня. Мы зафиксируем, мы не будем ждать следующего дня. В тот же день у нас будут тысячи доказать, что эти выборы фальшивые. И выходить на митинги нужно именно 10 января, когда миллионы выходят к избирательным участкам, когда миллионы будут возмущены, что их обманывают. Именно в тот день мы сможем вывести огромное количество людей на массовые митинги. Понимаете? Не 11 января нам не нужно ждать результатов митинга. Нам нужно воспользоваться. Это возможность, это шанс. Это тот самый день Х, когда мы мирно можем сменить режим. Все те, кто будет говорить, а давайте 11 января выйдем, а давайте 12, запомните, это провокатор режима. Это люди, работающие на режим. Наша задача вывести 10 января. Наша задача именно 10 января добиться смены режима. Мы говорим, что день Х, который многие просят назвать, звучит так. 10 января день Х. Алга, Казахстан.